Выступит третий лектор этого блока, Арсений Старков, специалист по политической истории. Он расскажет о том, как русские военные мигранты сотрудничали с нацистами уже в период Второй мировой войны. Прошу вас. Добрый вечер, спасибо большое за внимание. Сегодня я вам расскажу об одной из самых, пожалуй, не исследованных тем в отечественной историографии, связанной с историей Второй мировой войны, связанной с русской военной эмиграцией в Германии в период Второй мировой войны и предшествующий период. Предыдущий докладчик рассказывал вам про Первую мировую войну, но начиная сегодняшний свой доклад нельзя начинать исключительно со Второй мировой войны. Поэтому я начну с предыстории. Отчет русской военной эмиграции нужно вести с времен Гражданской войны, Когда, как известно, в ноябре 1920 года из Крыма было эвакуировано более 145 тысяч человек из армии генерала Врангеля. Они переместились на Галлиполи, где проводили военные учения и готовились к новому походу на Советскую Россию. Одним из людей, кто оказался на корабле, уплывающем из уже новой Советской России, был генерал Алексей фон Лампе, родившийся в 1882 году в Польской области, в Сувалковской губернии. Следующий слайд, пожалуйста. И проживал, в общем-то, на территории России, был обрусевшим немцем и, в общем-то, проводил военные занятия. Он был членом генерального штаба и в начале гражданской войны вступил в добровольческую армию генерала Врангеля, который позже ее возглавлял. В общем-то, оттуда он оказался в Венгрии, где был назначен военным представителем Врангеля в 1920-е годы. На слайде, обратите внимание, изображен Русский общевоинский союз, который был одной из важнейших паневропейских военных организаций иммигрантов. Вот. И Лампе возглавлял второй берлинский отдел с уже 1926 года, берлинский отдел Русского общевоинского союза. Собственно, сейчас перед вами вот вы видите фигуру самого генерала фон Лампе. Он интересен для историков тем, что он еще начиная с 1920-х годов вел богатейший архив. Его называют историки обычно дневником, он не очень известен широкой общественности, даже широкой исторической общественности. Но вообще это архив, который включает в себя очень разнообразные документы и является свидетельством той эпохи, связанной с 1920-ми и 1940-ми годами. Он был захвачен, его довоенная часть архива была захвачена советскими войсками в Праге и отправлена в Центральный архив Октябрьской революции, нынешний Государственный архив Федерации. А вторая же послевоенная часть сейчас находится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Дневника там как такового нет, но это корреспонденция и переписка с виднейшими фигурами русской эмиграции. Простите за качество фотографий, вот, к сожалению, не удалось найти лучше. Перед вами генерал-лейтенант Архангельский, который возглавлял в целом Русский общевоинский союз, с которым фон Лампе имел очень активную переписку. И в документах, связанных с войной, в общем-то, вот, переписка эта занимает особенное место. Перед вами также вот изображение великой книжны Веры Константиновны Романовой, с которой Лампа имел очень добрые товарищеские отношения и также переписывался и обсуждал более личные, нежели с Архангельским, вопросы. Но перейдем непосредственно к анализу источников, потому что сегодня я буду, к сожалению или к счастью, несколько читать. Простите меня за это, но дело в том, что я не могу говорить своими словами, когда за это может говорить сам источник. И, в общем-то, эта переписка, и не только переписка, и еще активные документы, связанные с функционированием Русского общевоинского союза, той самой иммигрантской организации, в общем-то, эта документация является богатейшим источником. В общем-то, непосредственно говоря о войне, первый период, связанный с нагнетанием мировой обстановки, нагнетанием агрессии со стороны национал-социалистической Германии, в общем-то, он был связан с возросшим интересом среди русских военных иммигрантов в Германии, которых насчитывалось, кстати, в 30-е годы 50 тысяч в Германии. В общем-то, это был полнейший интерес к новой нарастающей войне. И, в общем-то, для иммиграции не было, как и для всей европейской общественности, большим удивлением нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. И, в общем-то, берлинские русские газеты, перед вами одна из самых таких вот про-нацистских газет, они все пестрели заголовками, связанными с войной. В этом контексте интересно привести пример, когда в Берлине был возведен в 1938 году православный кафедральный собор. И митрополит Анастасий написал благодарственный адрес Адольфу Хитлеру с восхвалением его власти и правой православной политики. И указывал там в том числе и то, что когда на нашей исторической родине разрушаются храмы, и безбожная красная власть уничтожает религию, то Адольф Хитлер, собственно, восстанавливает православие и проводит такую русскую политику. Это действительно интересно, потому что 1 сентября, как я уже сказал, Польша была подвергнута атаке со стороны нацистских войск, и Лампе очень, в общем-то, ярко прореагировал на это. Он вот писал, что поляки оказались при всем своем гоноре просто военной трухой. Германские войска идут вперед почти за скоростью 20 верст в сутки. Не очень сопротивляются паны. Таким образом, и оказался очень интересен вопрос, который сейчас тоже не принято обсуждать, к сожалению, в отечественной историографии. Это вступление советских войск 17 сентября 1939 года на польскую территорию, согласно пакту Молотова-Риббентропа, согласно, в первую очередь, секретным протоколам. В общем-то, Лампе также в письме к Вере Константиновне пишет. Я лично очень огорчен наступлением наших с Востока. Где-то в исторической перспективе, конечно, Россия возвращает все земли, отнятые Версальским договором, в котором именно она не принимала участия. Но какой кровью будут стоить эти земли теперь, когда их занимает Красная Армия? Лампе не любил Польшу, Лампе не любил Англию и был очень счастлив, я бы даже сказал, когда закончилась, вернее, странная война, и Германия все яростней начала подвергать бомбардировкам английские территории. Период с начала 1940 года по май 1941 года стал иным. В общем-то, в Германии изменилась жизнь, потому что это было военное положение, и Лампе пришлось подвергаться передвижениям, и он был вынужден, например, вскрываться от бомбардировок, о чем он также пишет в своих письмах и жалуется, что когда кто-то через твою голову перекидывает тяжелые предметы, я, как бывший солдат, должен сидеть в подвале, меня это не устраивает. Лампе, несмотря на свой возраст, уже вполне зрелый, был готов сражаться, но сражался он, конечно, в первую очередь идейно и в активной деятельности Русского общевоинского союза. В этих новых военных буднях, собственно, проходят месяцы, и наступает весна 1941 года. Это, кстати, фотография из Государственного архива Российской Федерации. Наступает весна 1941 года, и Лампе, согласно его дневнику, в своем внутреннем архивном документе, в своей личной записочке, пишет, что он уже 1 мая готовит проект письма не кому-то там, а генерал-фельдмаршалу фон Браухичу, как известно, командующему сухопутными войсками на тот момент Третьего Рейха. Собственно, я не могу не привести это самое письмо. Оригинал которого, к сожалению, мной не был найден ни в Государственном архиве Федерации, ни в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, но он приводится в других документах Лампы. Собственно, полная его перепечатка. Цитата. «Для нас нет никаких сомнений в том, что последний период борьбы выразится военным столкновением Германии с Союзом Советских Соцреспублик. Это неизбежно уже в силу того, что коммунистическая власть, стоящая сейчас во главе нашей Родины, никогда не сдержит ни своих договоров, пакт Молотова-Риббентропа, ни своих обещаний уже по самой своей коммунистической сущности. И потому теперь, когда наступает новый, быть может, самый решительный час, самая решительная стадия борьбы, в которой мы уже не можем удовольствоваться скромной ролью в тылу, то есть военные мигранты, а должны принять то или иное активное участие, я считаю своим долгом заявить вашему превосходительству, что я ставлю себя и возглавляемую мною объединение, то есть Второй отдел Русского общевоинского союза, в распоряжении германского военного командования, прося вас, господин генерал-фельдмаршал, дать возможность принять участие в борьбе тем из чинов его, которые выразят свое желание это сделать и физически окажутся пригодными». Да, действительно, это был май 1941 года. И в июне, 22 июня, он повторил свое обращение к Брауфичу еще раз и повторил третий раз его уже в канцелярию Адольфа Гитлера. Такой неоднозначный документ, в общем-то, говорит о том, что для русской военной эмиграции, для тех людей, которые были, условно говоря, отброшены на некоторую обочину, и то война была не секретом. Это, к слову, о нынешних, вернее, рассуждениях, о возможности знали советские руководители об угрозе войны или не знали. Это очень интересно. В переписке он указывает о том, что его ненависть к большевикам он не изменит и будет добиваться права опять драться с ними до последней возможности. Русские эмигранты никак не входили в планы нацистской идеологии. Как известно, они осуществляли идею старой власти, и для поддержки населения на оккупированных территориях Советского Союза эмигранты никак не могли быть использованы. И если бы они, в общем-то, воевали на стороне нацистской Германии, то они бы просто этим самым противоречили нацистской идеологии. Поэтому до конца войны, как известно, очень малое число русских эмигрантов сражались в числе войск Третьего Рейха. Да, были исключения, например, русский военный корпус в Югославии. Но это уже был под занавес войны, когда война уже была проиграна. Нападение на Советский Союз и мелькающие в хронике, в том числе и кинохронике кадры, освобождение, естественно, в кавычках, советских территорий от большевистского ига вызывали очень, опять же, неоднозначно яркие оценки у эмигранта фон Лампе. Он пишет, что с одной стороны, конечно, вы правы, и он не наш враг, то есть советский народ, но с другой, ведь все же это наш народ и его жаль. Чувства и мысли двоятся. Видели ли вы в кинематографе тех баб под Смоленском, которые благословляют приходящие германские войска, а у одной бабы священнически маленькая, как для маледнов крест, которым она крестит солдат? Собственно, в подобных беседах о войне и прошел 41-й год, и эмиграция была вдохновлена. Но, в общем-то, это вдохновение быстро исчезло и было рассеяно. Уже с самого начала нападения на СССР были объявлены аресты высших эмигрантских руководителей, например, Кусонского, который таки погиб в немецких застенках. Собственно, подводя к заключению и перечислив вам некоторые цитаты из переписки Лампе с княжной Верой Константиновной и генералом Архангельским, стоит сказать, что русская военная эмиграция в Берлине очень активно поддерживала нападение Германии на Советский Союз и, в том числе, и физически была готова содействовать. Конечно, тут стоит оговориться, что далеко не вся русская эмиграция, этот мир за рубежом, был готов сражаться с Советским Союзом. Мы знаем, например, генерала Деникина, который не согласился сотрудничать с немцами. Но, так или иначе, фон Лампе после войны был вынужден убежать во Францию и скрываться от советских войск. И на основе источника становится ясно, почему русская эмиграция была готова идти против большевиков. У них просто не было в голове морального убеждения, что может быть что-то хуже, чем красная власть. Даже с нацистами им было, в общем-то, вполне по пути. Спасибо. Арсений Старков, историк, с удивительной историей генерала фон Лампе. Простите, у нас нет просто времени для вопросов. Я думаю, что вы можете Арсения сейчас найти в зале во время перерыва и задать ему все интересующие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok